Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что здесь много говорится про требования к себе и про достаточно большие, как мне кажется, требования к себе, про достаточно жесткие требования к себе, про желание что-то доказать, про, может быть, постоянное обесценивание себя, своих заслуг, своих каких-то достоинств, своих нюансов, своих положительных, моментов, вот. И мне кажется, что речь в основном у вас об этом, про это. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. С чем это все связано, и как это вам совместить, то есть условно говоря, как вам это гармонизировать, гармонизировать в себе самой, чтобы не тяготироваться. Потому что сейчас, на данный момент, вот, вы совершенно не рады, потому что у вас есть. Понимаете, какая же такое. Потому что здесь, вот, не все так просто. Достаточно. Дальше. Вот. Я считаю, что мне неудачно спешить. Что это значит? По факту, по факту, это означает, что? Что я не оправдал своих надежд. Вот. Понимаете? А насколько эти надежды адекватны? Вот в чем вопрос, как мне кажется. То есть, если ваши ожидания от самой себя соответствуют вашим, во-вторых, то вы радуетесь. Но если нет, или если у вас есть стремление, желание что-то доказать, что-то доказать, что-либо доказать, то вот ничего хорошего. Из этого, к сожалению, не получается. Далее. Так. Зарплата маленькая, еле хватает на аренду квартиры. Я подрабатываю репетиторством. Родители живут в деревне, так что кручусь сама. А-а-а-а. Должно быть по-другому? Или что? Или вам тяжело? В своей школе я ведущий специалист по предмету. Известно в городе. Решилась на приезд на школу. Не могла найти место. Что-то вернулась и она только после обсташина, что хочется рветь, но слез нет. А-а-а. Смотрите. Вот такое ощущение, да, что вы переезд в Москву и последующую неудачу восприняли на свой счет, на личный счет. То есть то, что я не смогла удержать место, означает, что я плохая. Означает, что со мной что-то не так. Вот. И я не буду пробовать, ну, как бы, еще раз, да. Я не поверю в Москву еще раз. Вот. Но если вы хотите, просто, просто, хотите большего, например, то вы просто пробуете. Но вот здесь мысль какая? Я не могу ошибиться. Я не могу, я не должна ошибаться. У меня, ну, наверное, я не знаю, у меня должно получаться все сразу, наверное, так это работает. Или как? То есть вот откуда вот такое требование к себе, что я не должна, ну, как бы, потерпеть неудачу? Вот. То есть, мне кажется, что именно на это вам нужно обратить свое внимание. В первую очередь. То есть вам обидно, что у вас не получилось. Это значит, что вы, как бы, рассчитывали, вы не считали, что получится с первого раза. Ну, а почему? Вы так считали, что у вас получится с первого раза. Да? То есть вот понимаете, да, есть ощущение, что желание что-то кому-то доказать становится определяющим в вашем развитии. Вот. Но не наоборот, я буду развиваться и настолько, насколько я развиваюсь, я докажу что-то другим людям. Вот такого вас нет. Из-за этого каждого. Единственное, что, ну, ну, то, то, что вам связь связана вот с вашей карьерой. С успешностью. Вот. Все это очень сильным стрессом сопровождается для вас. Потому что это тяжело. Это правда тяжело. Дальше. Мне ничего не давалось легко. Ну, здесь, я бы сказал, какая-то обида, на мой взгляд, у вас здесь есть обида. Обида какая-то на, ну, не знаю, не знаю, на окружающих, на себя, может быть, на родителей своих. Когда-то вам так тяжело и так далее. Я бы здесь спросил, а как должно быть? Везде пробивать сама, поддержки, помощи нет. А как получается, что вынуждаетесь в поддержке и помощи? Не считаю себя глупой. У меня хорошее образование, много профессиональных достижений и наград. Ну, я одиноко, у меня нет друзей. Поговорите, поделитесь нескольким. Такое число, следовательно. Проблема с коммуникацией, проблема с общением, это проблема с претейсом, да. Я думаю, что вы просто должны отталкивать людей, потому что если вы откроете, то вам, скорее всего, будет больно. Или, то-то вроде, то-то вроде, того, вот. Я думаю, что здесь это просто, ну, вполне логично укладывается в вашу систему. Ну, систему ваших ценностей. Так мне это кажется, по крайней мере. Поэтому... Это, ну, это можно и нужно корректировать. В целом. Вот так вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...